МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры предоставил DimaTorzok В производстве департамента есть материал, касающийся деятельности управления здравоохранения Карагандинской области Садвокасов подозревается в хищении бюджетных денежных средств, выделенных из республиканского бюджета на приобретение лекарственного препарата инсулина В настоящее время Садвокасова взяла подписка о невыезде и надлежащем поведении После проведения всех необходимых следственных действий и оперативных мероприятий Для общественности будет дана дополнительная информация по данному уголовному делу На должность начальника управления здравоохранения Садвокасов пришел в октябре прошлого года Его назначила Эксаким области Абельгазы Кусаинов Главный врач региона имеет два высших образования, закончил Карагандинский медицинский университет И снова на дорогах Караганды ДТП, в которых страдают дети Водитель автобуса сбил третиклассницу Трагедия произошла 4 марта в половине первого дня на остановке Баня в Михайловке Девочка переходила дорогу в неположенном месте Водитель автобуса номер 134 начал маневр и просто не заметил ребенка В автобусной остановке по улице Сакена Сифулина 8-летняя девочка вышла из автобуса и решила перейти дорогу В это время пассажирский автобус совершил наезд на пешехода Девочка госпитализирована в областной медицинский центр, ведется следствие Сейчас Настя находится в отделении нейрохирургии с переломом основания черепа Состояние ее стабильное, говорит мама девочки К слову, писать заявление в полицию на водителя автобуса родительница не собирается Считая, что дочь сама виновата в происшедшем Водитель приезжал, водитель сидел с нами до последнего, просил прощения у ребенка и у меня Предлагал помощь, какую нам требуется Нам в данный момент ничего не требуется, поэтому от помощи я отказалась Напомним, что это не первое дорожно-транспортное происшествие в районе этой же остановки В январе водитель легковушки сбил первоклассника и скрылся с места происшествия Виновника аварии нашли спустя несколько недель Ирина Камышо, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков Восстанавливают и укрепляют иммунитет Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка «Натиже» с заботой о вашем здоровье Профессия судоисполнителя полна неожиданностей Их воспринимают как неизбежное зло, частенько доходят до рукоприкладства Приходится порой вызывать и полицию, и пожарных, и даже честников Но все неприятности коренятся в самих должниках Судоисполнители – такие же люди, как и все Именно поэтому они созвали за круглым столом представителей коммунальщиков и прочих услугодателей города и области По предложению Комитета по исполнению судебных актов Предполагается провести акцию «Праздник без долгов» За круглым столом обсуждался вопрос о возможных льготах для должников в связи с предстоящими государственными праздниками А долгов – ой, как много Энергетикам наши граждане задолжали 85 миллионов тенге – 601 должник За тепло долги должны оплатить около 2,5 тысяч человек Это 138 миллионов тенге Казахтелекому срочно должны заплатить 26 миллионов тенге Все эти долги должны взыскать, согласно постановлению суда, судоисполнители Они же предлагают не портить праздников, а перевести часть долгов в другой формат На сегодняшний момент сейчас будем рассматривать вопрос о том, возможно ли такое проведение То есть, насколько мы можем обеспечить такое направление работы в предоставлении год по пене, по взысканию санкций То есть, со стороны поставщиков, со стороны судебных санкций и так далее Услугодатели, как ни странно, с пониманием отнеслись к предложению проведения акции «Праздник без долгов» Полностью долгов, естественно, никто прощать или списывать не собирается Но убрать пеню – реальный шаг навстречу должникам Оплату долгов, набежавших сверх иска, можно будет проводить поэтапно Об этом ежемесячно будут информироваться судоисполнительные органы Представитель ТО «Алма-ТВ» рассказал, что при предварительной оплате Можно получить до 60 акционных дней Практически два месяца абонент может пользоваться услугой бесплатно При оплате заранее нашего любимого агента предлагаются дополнительные услуги То есть, если они оплачивают за три месяца, то они получают бесплатно 15 акционных дней дополнительных услуг Если оплатят за шесть месяцев, то 30 дней акционных Так что, должники, узнавайте в департаменте по исполнению судебных актов О чем конкретно договорились за круглым столом чиновники и представители компаний-услугодателей Это в ваших интересах Может быть, у вас изменятся отношения к профессии судоисполнителя Грядущие праздники имеют важное значение для республики Поэтому и встретить праздник без долгов, я думаю, что каждый захочет Это будет лучший подарок Поэтому мы и хотим довести до сведения, что имеется такая возможность Тем более, я смотрю, что есть обратная реакция со стороны услуг, поставщиков услуг И поэтому, я думаю, что целесообразность в этом есть Сергей Высокосов, Марат Культенов, Баужан Алипов, Первый Карагандинский Осторожно, гололедица! Из-за резкой смены погоды тротуары шахтерской столицы покрылись ледовой коркой Страдают не только водители, но и местные жители Доказательство тому – десятки пациентов в городских травматологиях С так называемыми ледовыми травмами Всего за последние пять дней в клинике имени Макожанова Насчитывается 96 обращений с ушибами и переломами Как говорят врачи, вчера до 6 часов вечера госпитализировали 25 пострадавших После обращения больных к нам, осматриваем больных Назначаем регион снимок поврежденного участка тела Смотрим, какой перелом, характер смещения отломков, в какой сторону смещения После чего берем на закрытые репозиции После выполнения закрытые репозиции Вполняется остеосинтез спицами и накладывается гипсилонгета С такими обыкновенными историями в городские травмпункты Пациенты поступают каждый день 35-летняя Санья Шайзада вошла в число пострадавших Травму она получила по дороге в садик Это произошло сегодня утром Я отводила сына в садик Дорога была очень скользкой Мы еле дошли до садика На обратном пути я упала После этого ничего не помню Экстренно госпитализировали, сделали укол Сейчас мне полегчало А коммунальщики уверяют, что работают в штатном режиме Службы работают круглосуточно И центральные улицы действительно выглядят неплохо А вот дворы и межквартальные проезды Покрыты коркой льда По словам Айдоса Жакенова, чиновника из городского Акимата Куда более действенное оружие в борьбе со льдом Это песко-соляная смесь На эти работы из местного бюджета Выделили 1 миллиард тенге На сегодняшний день песко-соляная смесь Имеется в достаточном количестве Дорожные организации работают у нас по договору На сегодняшний день у нас 6 подрядных организаций Которые защищают содержание города всего Караганды В текущем году было предусмотрено бюджетом 1 миллиард тенге На эти цели Плюс дополнительно в связи с тяжелыми погодными условиями Было принято таким решением Еще дополнительно выделить 250 миллионов тенге Однако карагандинцы, выполняемые работой коммунальщиков Недовольны совсем Вот рядом со мной лужи, видите Даже молодым здесь трудно ходить Не говоря уже о нашем возрасте И не только в данном месте Везде по городу, во дворах и в придворьях Там вообще еще труднее Просим обратить внимание власти На такое состояние дорог Очень трудно ходить Везде гололед Многие люди падают Почему не предотвращают его Сегодня утром помогла одному пенсионеру Он еле встал Кто за это отвечает? В городской администрации отмечают Что местным жителям волноваться не стоит Они намерены усилить работы По предотвращению гололеда Рогуси Алкимбаева, Ужас Габасов, Марат Культенов Первый карагандинский В Караганде учитель биологии Украла сотовый телефон у своей коллеги Сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области Кража произошла еще 7 сентября прошлого года В одной из общеобразовательных школ города У 24-летней учительницы информатики Из кабинета неизвестный Украл сотовый телефон и 2500 тенге О том, что ее обокрали Педагог сообщил о воде полиции Лишь 5 марта Воришку задержали сотрудники Октябрьского отдела полиции Как оказалось, позарилась на чужое имущество 28-летняя учитель биологии той же школы Задержанная уже дала признательные показания Сотовый телефон был изъят И возвращен законной владелице Раскрыть данное преступление стало возможным Благодаря технической оснащенности полиции Для которой выделяется немало средств Акиматом области В Караганде двое приезжих Ограбили прохожего напротив РОВД Сотрудники центрального отдела полиции Задержали двоих жителей Абая Промышлявших грабежом Сообщает пресс-служба областного ДВД 18 февраля Средь бела дня Двое приезжих Старшему из которых исполнилось 20 лет А второму 17 Приехали в Караганду С целью раздобыть денег На веселую жизнь Они хладнокровно грабили студентов Их добычей в основном были сотовые телефоны Последнее свое ограбление молодые люди совершили Возле одного из домов напротив отдела полиции И там же были задержаны Подозреваемые во дворины Изолята временного задержания В отношении их возбуждено уголовное дело В ходе расследования установлен ряд потерпевших Расследование продолжается Подвески в честь материнства В преддверии Международного женского дня Отметил шестерых матерей-героинь Почетными наградами Кумыс и Алтын-Алка Аким района имени Казабекби Жанат Искаков Тот мир, который мы создали За те теплые чувства, которые вы испытываете За все то хорошее, что вы делаете Спасибо вам большое Благополучия, здоровья ваше Ирина Шабалина родила и воспитала Восьмерых детей Самому младшему ребенку 15 лет Золотую подвеску, которой полагается Еще и денежное пособие Большая и дружная семья ждала много лет Очень приятно, что в такой праздник И получить такую подвеску Это, конечно, очень приятно Ждали много лет, конечно И большое спасибо Что государство так может нас Отблагодарить за то, что мы Вырастили столько детей Скажем, нет проблемам выпадения волос Люди, страдающие проблемой облысения Могут восстановить и укрепить свои локоны окончательно А это они могут сделать в специализированном Медицинском центре 101 Приглашаем всех лиц У которых есть проблемы с волосами Обратиться к нам Мы поможем определить тип волос Проведем компьютерную диагностику Оценим состояние волос Поставим диагноз Оценим степень потери волос И определим длительность курса И дадим гарантию Гарантия будет индивидуальная Кому-то 10%, а кому-то 100% Рост волос, восстановление волос На сегодня проблемой выпадения волос Страдает почти каждый третий казахстанец Таким людям, в свою очередь, помогают специалисты Медицинского центра 101 Подобные оздоровительные центры есть в Астане, Алма-Ате Актюбинский и Усть-Каменогорский Центру восстановления волос уже 10 лет Мы открылись в Алма-Ате в 2002 году В 2012 декабре нам было 10 лет Кроме того, специалисты медицинского центра 101 Продемонстрировали на семинаре по трихологии Уникальную серию лекарств По словам директора специализированного центра Жаната Слубековой, данная серия поможет каждому клиенту 101 – это целая серия средств По уходу за волосами Средства у нас – это спиртовые вытяжки лекарственных трав Где-то 10 наименований Специальные лечебные шампуни к ним прилагаются Таким образом, в узкоспециализированном медицинском центре 101 Квалифицированные эксперты проведут компьютерную диагностику Помогут выбрать индивидуальную программу лечения Облысения и профилактики выпадения волос А также каждый клиент центра получит индивидуальную гарантию Восстановления роста волос В свою очередь, специалисты центра накануне провели семинар И пригласили врачей, дерматологов и эндокринологов Которые выразили свое мнение об уникальности данного оздоровительного центра Ну, сама идея, что у нас появится первый центр трахеологии Я думаю, это уже продвижение Это возможность нашим пациентам Где-то цели направлены отследоваться и лечиться У нас нет той возможности, которая есть здесь Они могут заниматься именно одним пациентом, одной патологией Нурила Туржана, Ужас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский Спонсор показа Galaxy Group Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником Сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества Любой сложности и на заказ Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно Мы можем подобрать любой цвет Легко в сборке и проста в эксплуатации Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат Алюминиевые системы это Алюгал Чемпион первого этапа чемпионата высшей хоккейной лиги Сарарка Стартовала в плей-офф очень уверенно В двух матчах с пензенским Дизелем забросив 12 шайб Павела в серии 2-0 и отправилась на выезд добывать путевку в следующий раунд Теперь Дизель в родных стенах при поддержке своих трибун будет рвать и метать Терять клубу нечего Но статистика кричит опасную информацию для пензенского клуба Именно Сарарка лучше всех в ИХЛ играет на чужом льду Подопечные Гердешова проиграли лишь 8 встреч и победили в 18 раз Будет ли 9-е выездное поражение караганинского клуба Или Сарарка выиграет серию уже в первом выездном матче В любом случае ждать ответа на это осталось недолго Астанинский хоккейный клуб Борис так и не смог впервые преодолеть Первый раунд плей-офф континентальной хоккейной лиги Челябинский трактор дома добился уверенной победы 5-3 И выбил единственного представителя из Казахстана Разыграв максимально длинную серию, Борис как никогда был близок к выходу в следующий раунд Хотя даже после двух подряд побед в самом начале Букмекеры не ставили казахстанцев фаворитом пары Отдавая предпочтение челябинским хоккеистам Как оказалось, они были правы 4-3 в серии, дальше едет трактор МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...